Добрый день уважаемые коллеги, я надеюсь сейчас еще если к нам кто-то присоединится в процессе, мы будем рады, рад вас приветствовать на вебинарах, которые уже будут проводиться каждый вторник и четверг. Я попрошу пока микрофон выключить, чтобы не сильно забивать эфир. Да спасибо, я надеюсь что меня слышно, поэтому я попрошу если вдруг будет пропадать звук или изображение, попрошу сообщить в чат нашего вебинара. Представлюсь я методист по технологии института содержания методов и технологий образования Ямко Петр Богданович, буду сегодня основным спикером нашего вебинара. Также со мной будут участвовать и учителя технологии московских школ, это школа 1636 Сегудина Виктория Рауфовна и школы 851 Максименко Сергей Евгеньевич. В дальнейшем они подсоединятся и уже будут рассказывать о своих путях решения вопросов, проблем связанных с дистанционной формой образования. Я сейчас включу экран. Итак, уважаемые коллеги, весной этого года мы с вами столкнулись с невиданной раньше проблемой, когда нам пришлось всем идти на дистанционную форму образования и сказать, что все это у нас сразу получилось без проблем, без вопросов. Естественно, нельзя, потому что опыта такого не было. То есть выходили школы на небольшие карантины, связанные там с заболеванием сезонным. Школы, классы, но так, чтобы было массовое, конечно, мы столкнулись впервые и пришлось срочно вникать в некоторые вопросы, связанные именно с этой формой образования. Но если у нас весной было такое ощущение, знаете, как будто это временное явление, то вот когда мы осенью пришли, опять пошел рост заболеваний, пришло понимание, что рано или поздно придется переходить на дистант, нам пришлось как бы уже более основательно. Но получив опыт весения, своего рода, можно сказать, прививку, мы сейчас уже меньше вопросов получаем по поводу дистанционной формы, но вместе с тем ряд вопросов остался. Цикл наших вебинаров направлен, в первую очередь, на решение этих вопросов. Для чего? Чтобы помочь учителям именно в инструментарии по решению вопросов, связанных с дистанционной формой обучения. У каждого из вас есть какие-то методы, способы, методики, которые вы используете в очной. Сейчас уже у многих появились наработки именно в дистанционной форме. Я думаю, будет не лишним, если наши сегодняшние участники, спикеры программы расскажут о своих вариантах решения этих вопросов. Мы будем рады, если кто-то предложит свой вариант, возможно достаточно и оригинальный, и мы его тоже будем популяризировать. Ну, надеюсь, что вот этот час, который у нас будет, он пройдет продуктивно и полезно всем. Понимая, что времени у нас немного, поэтому давайте приступим быстренько к вопросам, которые у нас необходимо рассмотреть на сегодняшнем вебинале. Это следующие основные вопросы, которые в основном задают учителя в связи с переходом на дистант. Это первый вопрос, он касается культуры поведения в онлайне. Я думаю, что вы знаете достаточно много случаев, когда получались различные казусы, откровенные провокации, проходящие в онлайне. То есть немаловажный вопрос, постараюсь я его раскрыть. Как удержать внимание детей на протяжении всего занятия, когда вы находитесь не в одном помещении, а он в онлайне? Это достаточно. Тоже вопрос такой, требующий определенных навыков вместе с тем и применения каких-то приемов. Следующих два вопроса, они, наверное, взаимосвязаны гораздо больше. Это как эффективно использовать ограниченное время непрерывного взаимодействия в онлайн-режиме, ограниченный с инфином. И как организовать работу, когда дети будут не смотреть на экран, а будут заниматься самостоятельно какими-то вопросами, которые вы получите. Как сделать так, чтобы каждый ребенок получил отклик на результат своей деятельности? И как организовать контрольное бесписывание? Вот такие основные вопросы, которые мы сегодня будем рассматривать. Где-то мы будем что-то шире рассказывать, где-то будет подразумеваться, что с этим вопросом у нас нет проблем. Но я хотел бы еще поднять такой вопрос, очень важный. Это особенность нашего предмета в том, что на выходе у нас достаточно, ну в основном, это всегда есть какой-то продукт. То есть натуральный продукт, не только знание, но и что-то изготовленное с помощью станков, приспособлений, инструментов. То есть руками наших учеников или там с помощью старших товарищей. Единственный и важный вопрос, который я бы поставил во главу вот этих всех вопросов, это обеспечение безопасности наших учеников, когда мы проводим занятия или ставим им задачу по выполнению каких-то практических этапов или там по выполнению каких-то проектов. Здесь важен такой путь или главный вариант развития, это контакт с родителями, потому что они находятся в основном под контролем наших, дети наши находятся под контролем своих родителей, старших поколений, там может быть бабушка или еще кто-нибудь. И естественно нам надо наладить контакт, чтобы было понимание, что дети находятся под присмотром. И если мы ставим какую-то задачу на выполнение практическую, мы должны понимать, что ребенок не сам занимается, потому что предпринять какие-то меры по исправлению ситуации будет достаточно сложным. Вот я думаю, что и у вас уже накопился какой-то опыт, кто как решает этот вопрос, каким идет путем, чтобы снизить риск нанесения травмы. Рассматривая первый вопрос, касаемый культуры поведения в эфире, в онлайне, есть достаточно много наработанных практик, наработанных сводов правил поведения в эфире, в онлайне. Я думаю, что самостоятельно и вы уже сами сформировали какой-то кодекс. Ключевым моментом должно быть, ну их достаточно много, вот я ранее вам представил один из вариантов, это на Фоксфорде есть один из примеров, как организовать работу в онлайне, чтобы все были в рамках каких-то определенных правил. Ключевым моментом, относящимся к этим правилам, является наличие таких пунктов, это определение, что разрешается и приветствуется, что не рекомендуется и что категорически запрещается. Эти правила необходимо обозначить, четко довести до понимания обучающихся и, естественно, самому их соблюдать четко. Тогда будет как бы, ну, жизнь по правилам, по каким-то принципам, которые в принципе, простите за тавтологию, которые в конечном счете, они будут уже соблюдаться на уровне, как бы, ну, нормальности. Естественно, за нарушение этих правил необходимо предусмотреть санкции и в случае необходимости для того, чтобы закрепить понимание, чтобы привести к порядку, необходимо эти санкции применять. Следующий вопрос, это как удержать внимание детей на протяжении всего занятия. Есть различные способы, я думаю, что сегодняшние наши докладчики помогут нам со своим опытом, как они на практике применяют, что заходит, как иногда говорят, что никак не применяется к нашим детям. Ну, один из вариантов, вот, достаточно интересный, это когда используется такой вариант, чтобы постоянно держать всех обучающихся в режиме, что они могут быть в любой момент ответить на вопрос, связанный с полученной информацией только что. Например, там, вы показали видео там или рассказали какие-то, довели какие-то знания непосредственно в экран, чтобы они не покидали место там, ну, не занимались своими, грубо говоря, делами, а были непосредственно в онлайне. То, что касается вот особенностей проведения дистанционного договора. Мы все с вами находимся в одинаковых условиях. Вы знаете, что ситуация в мире и в стране достаточно сложная. Болезнь не изученная, болезнь опасная. И, естественно, в связи с этой вот особенностью коронавируса вот были приняты такие вот консидентные меры введения дистанционного образа. Все мы это прекрасно понимаем, все к этому относятся с пониманием. Мы находимся в условиях современной реальной жизни, и нужно не опускать руки перед трудностями, а стараться найти самые оптимальные способы их решения. Вот одним из таких способов решения таких задач в образовании, во всяком случае, есть дистанционное образование. Много плюсов несет себе дистанционное образование. Один из таких хороших, в качестве достойных дистанционного образования. Варь, иди к бабушке пока. Петр Богданович, я зашла, знаете, как из календаря по ссылке. У меня не та ссылка была. Варь, подожди. Это вседоступность, возможность участия в образовательном процессе любого человека из любой точки Москвы. Это очень хорошо. Второй положительный момент, на мой взгляд, в образование вовлекается не только наши обучающиеся, но и их родители. Это была одна основная такая серьезная проблема, что привлечь к образованию родителей в очной форме очень сложно. Здесь вот мы решаем и эту проблему. Ну вот я вижу, что наши коллеги уже подсоединились. Вот Виктория Рауфовна, мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре. Тут произошли небольшие технические накладки, да. И вот я как бы взял на себя смелость немножко продолжить рассказ о тех проблемах, которые возникают. Ну, не проблемы, а вопросы, скажем так, проблемы, то что нельзя решить. Вопросы, которые возникают в процессе дистанционного образования. Если вот у наших коллег есть какие-то индивидуальные вопросы, трудности, с которыми мы столкнулись, вы можете, конечно, их задавать, но обязательно обязательно обсудить, решить, поделиться каким-то опытом. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Ягудина Виктория Рауфовна. Я преподаю технологию в ГБУ школы 1636 и хочу рассказать немножечко о том, как это делаю, собственно, я. Я веду уроки в такое нелегкое время. Итак, дистанционные технологии и электронное обучение – это инструмент для реализации основных принципов личностно-ориентированного подхода обучения. Система предусматривает постоянное общение обучающихся как между собой, так и с преподавателем. Извините. Модель дистанционного обучения предусматривает гибкое сочетание самостоятельной познавательной деятельности обучающихся с различными инструментами, учебными материалами, специально разработанными по технологии, а также оперативное и систематическое взаимодействие с преподавателем. При дистанционном и электронном обучении происходит использование проблемных исследовательских поисковых методов в ходе работы над заданиями. Дистанционное обучение предусматривает групповые проекты, организацию обсуждения, презентации готовой продукции, обмен мнениями и информацией со сверстниками. Большое внимание необходимо уделять правилам техники безопасности, а на дистанционном обучении это важный момент. Мы с вами из урока в урок должны об этом проговаривать и не забывать, особенно если мы предлагаем обучающимся выполнить какие-либо задания. Я хочу предложить вашему вниманию подборку материалов на примере урока по технологии на тему технологии производства, обработки пищевых продуктов, технологии производства молока и приготовления продуктов и блюд из него. В своей работе на уроке я обращаюсь к московскому уроку, который наполнен тестовыми заданиями, видеофрагментами, интерактивными заданиями, а в качестве обратной связи я предлагаю обучающимся выполнить интерактивное задание на уроке. При самостоятельном изучении данной темы предлагаю осуществить переход по активным ссылкам на видеофрагменты, а также предлагаю ссылки на кулинарные сайты и ознакомиться с представленной информацией. Кроме того, среди обучающихся пользуются интересом ссылки на флэш-игры. В данном случае я могу представить игру, флэш-игру, которая называется «Испеки пирог». Ну и для закрепления, конечно же, знаний использую тесты по изучаемой теме. В случае оффлайн-изучения предмета предлагаю самостоятельно изучить параграф учебника, а также можно предложить инструкционную карту приготовления блюд из молочных продуктов. В данном случае это приготовление сырников, а также составление технологической карты приготовления сырников. Это может быть уже как практическая работа и обратная связь ученика. Еще можно предложить заполнить рабочий лист, например, технологии молочного производства во время посещения онлайн-экскурсии. Об онлайн-экскурсиях расскажу чуточку позже. Итак, давайте перейдем теперь по ссылкам. Перед вами ссылки на дистанционное занятие по технологии. И, соответственно, здесь представлен список на сайте городского методического центра, представлен перечень всех онлайн-музеев, которые можно посетить с обучающимся. Также, если это тема, например, тема изучения молоко и молочные продукты, то можно предложить вот такой вариант ссылки, посещение фермы. И также это будет хорошим методом для самостоятельной работы. Соответственно, набрав эту ссылку, обучающиеся попадают на настоящую ферму и с настоящими животными. Ну, соответственно, там установлены веб-камеры и, в принципе, есть на что посмотреть. И еще такой вариант, как флэш-игра. Вот одну из игр я подобрала. Здесь, может быть, она и детская игра, но даже пятый, шестой и седьмой класс, они, в принципе, не отказываются поиграть в такие игры. Поэтому это тоже хороший метод заинтересовать и удержать внимание обучающихся. Ну, в данном случае вот такая игра. И при изучении тем, посвященных кулинарным технологиям, предлагаю обучающимся сайты по мастер-классам по кулинарии. И, конечно же, чтобы удержать внимание и закрепить знания, полученные, например, при посещении онлайн-экскурсии, можно создать небольшой опросник в очень удобном ресурсе. Для этого можно использовать программу Main Team Air. И давайте перейдем на сайт этой программы. Простейший опрос. В данном случае я предлагаю загадку и ответ. Это будет уже непосредственно в этом опросе ответ самих у обучающихся. Итак, переходим на сайт программы. Итак, перед вами стартовая страница данной программы. У меня уже аккаунт на этой программе есть. Но, опять же, здесь можно воспользоваться либо создать свой новый аккаунт, либо воспользоваться теми, которые есть. И в данном случае можно разрешить программе Facebook или Gmail использовать ваши данные и, соответственно, не создавать, а уже перейти под своими данными. Ну, в данном случае я, собственно, так же и сделала. Имея аккаунт на Gmail, я перехожу на страницу. Смотрите, мы перешли на рабочий стол программы. Соответственно, это уже мой личный кабинет. И здесь я уже создавала некие опросы. Ну, вот в качестве примера мы нажимаем новая презентация. Задаем название. Ну, я не буду сейчас. Ну, например, молоко. Примитивное название. И, соответственно, создаем. Далее мы переходим уже непосредственно к инструментам этой программы. Она, конечно же, существует в нескольких форматах. Но вот в свободной версии, в принципе, для школьников того набора инструментов, которые здесь представлены, их достаточно. И в данном случае мы можем выбрать разные опросы. И в случае с нашим опросом, который мы хотим провести, это загадка. Значит, мы возьмем текстовый вариант. Дальше в окне программы, опять же, я сейчас скопирую из презентации. Вставляю, соответственно, тот вопрос или ту загадку, которую я хочу предложить обучающимся. Вот здесь в вариантах ответов я выбираю от одного до десяти вариантов ответа. Но можно в данном случае поставить четыре варианта ответа. И у каждого ребенка появится возможность как вариант рассмотреть четыре варианта загадки. Ну, пусть будет в данном случае четыре. И дальше нажимаю кнопку поделиться. И мне предлагает несколько вариантов поделиться данной ссылкой. Это QR-код, который пока, к сожалению... А, вот он. Это QR-код, который можно отправить обучающимся. И можно отправить ссылку. Я сейчас скопирую ссылку и отправлю ее непосредственно в чат. А вы, если есть, можете перейти по этой ссылке и ответить на мой вопрос. То есть я могу, например, с помощью QR-кода сейчас это дело проверить, да? Я отправляю ссылку. Мне перешло достаточно быстро. Вот ссылка. И я сейчас вернусь обратно. Так, я могу закрыть на демонстрации. И, соответственно... В принципе, можете показать теперь уже окошко этой программы, да? Да, вот. Теперь перед вами окно программы. Соответственно, ребята также переходят по ссылке. И у них есть возможность ответить на этот вопрос. Вот у меня появилась сверху вот эта загадка. Они же идут у меня четыре... Четыре варианта. Я сейчас себе тоже ради интереса на почту перешлю эту ссылку на WhatsApp. А можно что-то набирать внутри? Вы можете набрать несколько вариантов ответа. Но чем правильнее будет ответ, значит, это слово будет выделяться все больше и больше. Сколько будет ответов, столько раз это будет прописано. Сейчас я себе тоже отправлю ссылку, чтобы показать. Отвечу правильно и, соответственно, неправильно. Вот появилось сердечко. Это значит, вы ответили. Ясно. Вот. А результат какой? Вот. Вот результат на экране. Угу. Собственно, пока лидирует сметана, значит, респонденты предполагают, что правильный ответ сметана. Но, опять же, это можно обсудить с ребятами. Какой будет правильный ответ? Угу. Угу. Так. Я тоже сейчас хочу ответить. Вот это сметана, Виктория Вовна, сметана, это получается из-за того, что она самый большой размер, она показывает неправильный ответ, а максимальное количество... Максимальное количество голосовавших за этот ответ. А мы можем допустить, что, например, они все ответят неправильно? Ну, не разобрались. Можем, конечно, допустить, что они ответят неправильно, и если мы увидим хотя бы один правильный вариант ответа, мы можем как раз-таки ребятам задать, а почему вы решили, что вот сметана правильный, например, там, многие решили, а творог, например, неправильный. И вот эту, ту же загадку, собственно, и обсудить можем. Угу. Это и исследование как бы правильных ответов, и вместе с тем получается разбирать. Ну, получается, да. И вы разбираете полностью загадку, например, да? Совершенно верно. Смотрите, я сейчас в своих ответах напишу два раза творог, кефир и сметана, чтобы вот тоже было понимание, что вот сейчас и, соответственно, вот обновилась. Сметана стала больше, творог подгоняет, как раз-таки идет за сметаной, но, тем не менее, ему, значит, не хватает вариантов ответов правильно. Но, тем не менее, вот сколько ответов будет, и мы столько вот увидим. 14 человек ответят, соответственно, 14 респондентов, соответственно, здесь появится. Вот в правом нижнем углу количество ответивших тоже появится. А можно такой вариант, извините, что сразу задаю вопрос, чтобы был только один вариант ответа? Можно, конечно. Можно и один вариант ответа, можно и диаграмму построить на этом же сайте. То есть, соответственно, вбивается вопрос в зависимости от того, что вы хотите получить. Если вы хотите голосовать с ребятами за какую-то тему, то, соответственно, можно выбрать другой шаблон этой программы. Спасибо. У меня, собственно, все. Я могу передать слово. Так, Сергей Евгеньевич, как у вас получится? Да, добрый вечер еще раз. Ну, вот замечательная программа, прекрасная. Мы тоже на одном из уроков опробовали с детьми такой опрос. Всем очень понравилось. Единственное, что заранее нужно было подготовиться, потому что с непривычки заняло немножко больше времени, чем мы рассчитывали. Кроме такой программы, я вот, например, на своих уроках еще использую различные QR-коды для того, чтобы дети смогли получать текстовую информацию, которая необходима для изучения новых тем. Примером таких QR-кодов я могу поделиться, показать. Иногда необходимо ребенка не просто заинтересовать, а чтобы он провел какую-то исследовательскую работу не из-под палки, а по собственному желанию. И вот в таких случаях поиск, самостоятельный поиск информации у детей вызывает яркое и открытое желание. Давайте я вам продемонстрирую. Но здесь для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходим телефон, потому что QR-код нужно будет скопировать на телефон и пройти по этой ссылке. Вот, хочу показать вам небольшие QR-коды детей. Вот, видно? Здесь, в этих QR-кодах скрытая информация. Это небольшое задание было, проектная деятельность для детей, написать свое видение будущего. У нас была такая тема технологии профессии будущего, ну и небольшое эссе, чтобы дети потренировались написать о том, как они видят свое будущее в ближайшие 10-20 лет. Вот, если вы сосканируете вот этот QR-код, вы автоматически перейдете... Я уже сосканировал. Да, перейдете... Сканировал, там текст, текст, связанный со стрельбой, с гранатой. Ну да, там несколько разных текстов. Вот, например, еще. Это маленькое эссе детей, которое пишет о будущем. Хотя, как показала практика, они видят наше будущее немножко в темных тонах, но надежда на лучшее все-таки есть. Вы тоже можете, конечно, прочитать вот этот маленький рассказ о том, как дети видят будущее. Есть еще такие же задания с QR-кодами, но они уже связаны непосредственно с темами уроков. Вот, к примеру, ну это вот было у нас из серии «Путеводитель по будущему», рассказы эссе детей, которые... Есть вот такая вот, 15 слов для понимания современного мира. То есть, у нас основная задача была приобщить детей к будущему, опять же, при помощи новых технологий. И вот они тоже изучают материал вот таким образом. То есть, у кого есть гаджеты, программа для сканирования, позволяет им получить достаточно интересный материал и с ним индивидуально работать. Не только на уроке, но и дома. Из таких небольших QR-кодов составляют личные криптограммы, рисунки. Ребенок, получив такое задание, как квест-задание, может самостоятельно изучать этот материал, отвечать на вопросы. И вот удерживаем внимание еще и таким образом. Для учителей, для своих коллег разработали небольшое пособие, ну это сложно сказать пособие, небольшую презентацию. Потому что в современных условиях действительно быстро сориентироваться и настроить себя на новый метод работы очень сложно. И вот небольшая презентация, которая служит такой методичкой, что ли, для учителей. Она у нас тоже есть. В основном мы готовили ее для предмета технологии тематики русского языка и иностранных языков. Она достаточно разносторонняя, обширная. Основной заголовок, да, вот методика преподавания в условиях дистанционного образования и вот особенность дистанционного урока, который разбирается более подробно. Вот в оглавлении у нас выделено шесть основных позиций. То есть это вот как подготовиться к такому уроку, какова сама структура урока, непосредственно методика преподавания, особенности проведения домашних заданий, ну и критерии оценивания, оценки. Как сделать план урока. Это действительно учитель должен поработать предварительно, продумать, составить конспект урока, структуру урока. Вот по каждому такому пункту есть небольшие рекомендации. Содержание урока должно использовать крупный шрифт, потому что работа идет с текстами, которые передаются через компьютеры. Так как урок ограничен по времени, 15-20 минут, дети очень часто смотрят в экраны, устают, глаза болеют, возникают различные проблемы со зрением. Вот предусмотрено как раз и вот не только для начальной школы, но и для старших классов, гимнастика для глаз. Непосредственно здесь мы обозначили, какие технические средства должны быть учителей, учеников и условия, как учитель должен запускать детей в интерактивный класс через приложение Times. Ну вот мы, например, обязательно требуем, чтобы дети все входили под свои учетные записи, так легче их контролировать. Если находятся на уроке хулиганы, то мы их можем отследить, вычислить, удалить с урока без вреда как бы для самого урока. Если возникают проблемы с техническими средствами, то тогда подключаем уже специалистов технической школы. Дальше, вот еще, например, структура урока. Будем останавливаться. Особенности проведения. Да, вот учащийся код урока должен зарегистрироваться под своим именем, это обязательно. И впускать на урок детей, которые опоздали, это обязательно. Потому что, действительно, дети могут не войти по различным причинам. Как правило, это чисто технические проблемы. Домашние задания. Особенно указываем, какое должно быть домашнее задание. Да, мы стараемся, конечно, минимизировать количество цифровых домашних заданий. А в основном давать задания на самостоятельную работу. С книгой, с печатными продукциями, иногда и практическую работу. Ну, вот такая вот небольшая презентация. Критерии оценивания уроков. Какие оценки мы ставим, в каких случаях. У нас вот в этой презентации показаны и предусмотрены. Что еще можно сказать? А вот только что у вас были критерии с процентами. Я думаю, что достаточно интересно будет это еще. Ну, там несколько видов работ с тестами. Давайте сейчас я еще раз подключу. Можете так рассказать, в принципе, о процентах, которые вы выводите, оценку, чтобы удержать их внимание и желание участвовать в ответах? Ну, для того, чтобы удержать действительно внимание детей во время урока, у нас есть, ну, во всяком случае, у меня есть несколько собственных способов общения с детьми. То есть, до начала урока мы задаем небольшую мотивацию, то есть, чтобы ребенок за пять минут до начала урока или включаем звуковой файл, в котором проговариваются вопросы, интересные ответы, задачи. Ну, к примеру, такой вопрос, что назовите самый дорогой металл на планете. Ну, дети начинают между собой думать, обдумывать. Или вопрос, какой металл за один грамм, цена какого металла за один грамм составляет свыше 20 миллионов долларов. Ну, здесь ажиотаж начинается неподдельный. То есть, дети начинают сразу думать, как заработать, как найти этот металл. Когда начинается урок, ну, это вот как раз из примера темы металлов. Когда начинается урок, первый вопрос, Сергей Евгеньевич, что же это за металл, где его добыть? Ну, в процессе самостоятельной работы дети как бы находят ответ на этот вопрос, что это Калифорния металл, искусственный, полученный путем синтеза, термоядерного синтеза в Америке. Только две страны могут этот металл создать, Россия и Америка, причем друг без друга мы не сможем его сделать. И вот целый ряд таких вот технических докладов уже возникает просто на основе какого-то мотивационного вопроса. Вот, а почему он такой дорогой? Ну, ответ тоже очень простой, потому что всего на нашей планете синтезировать можно только 8 грамм этого металла. Ну, это вот как пример мотивационных вопросов, которые удерживают детей, внимание детей уже в дальнейшем процессе урока. Естественно, во время проведения урока, так как он у нас ограничен всего 20 минут, стараемся заинтересовать детей так, чтобы у них появился неподдельный интерес к самостоятельному изучению вот этой темы. Ну, опять же, из примера по металлам постепенно подводим их, это уже 6-7 классы, к понятию химической таблицы Менделеева. Да, это у нас такой настольный инструмент для изучения различных металлов. Ну, и здесь мы в основном используем древние легенды, мифы о том, как возникали металлы, например, там, кобальт. Чем он отличается? Почему ему так назвали? Второй металл – никель. Почему именно он называется? Ну, и дальше уже начинается самостоятельная работа детей. Каждый ребенок пытается сам ответить на вопросы, почему никель получил название от злого духа горы Николаса. Потому что медь и никель, они очень похожи, руда и рудокопы, которые старались добыть как можно больше меди, вот в одной шахте они работали всю ночь, вытаскивали руду, а стали переплавлять. У одного меди много, у другого вообще ничего нет. И вот пошло поверье, что злой дух горы Николас украл всю медь. А на самом деле эти две руды, которые очень схожи между собой, чисто внешне, по внешним признакам. Ну, это вот я говорю, привел небольшой пример из-за того, как вот на уроке дети, мы пытаемся заинтересовать детей, пытаемся заинтересовать детей, и к чему это в результате приводит. Ясненько. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Надеюсь, что вы максимально смогли рассказать о своих вариантах применения, своих методик, способах. Уважаемые коллеги, у кого есть вопросы по докладам наших докладчиков, возможно, какие-то свои предложения, прошу, присоединяйтесь. Пока вы задумывались, или напишите в чате, вот, кстати, в чате вы что-то написали. А, это ссылочка, которую Виктория Руфина сбросила. Я попрошу, если у вас будет какое-то желание, ну, какой-то вопрос или желание рассказать о своих методах, способах, которые вы применяете в детстве, пожалуйста, подключайтесь. Еще я хочу, пока идут размышления, показать совместный труд, который получился в результате совместной работы методистов нашего института и учителей Москвы. Заходите на сайт, официальный сайт МГПУ, и находите институт содержания, можете прямо набрать и СМИТу, и попадаете на этот сайт. Здесь, на страничке нашего института, есть интерактивные пособия. И вот показаны четыре брошюры, которые разработали специалисты нашего отдела совместно с учителями Москвы. Это касается все начальной школы, но по технологии были и использованы опыты учителей основной школы. И как бы для связки между уровнями образования мы добавили еще туда три наших урока, как их организовать в различных условиях. То есть в условиях онлайн, в условиях онлайн без учителя и в условиях оффлайн, то есть без возможности использования интернета. Бывают варианты, что, например, кто-то уехал на дачу, и там у него нет никаких гаджетов, и он может только работать с натуральными, аналоговыми, так сказать, источниками информации. Тот же учебник и так далее. Ну, я надеюсь, что еще кто-нибудь поделится каким-то своим уникальным опытом. Вот. Поэтому мы будем надеяться, что, если не сегодня, то в дальнейшем вы предложите еще свои уникальные какие-то кейсы, которые вы удачно применяете в практической деятельности. Я хочу напомнить, что наши вебинары будут проходить каждый вторник-четверг. Поэтому, например, если вы сегодня только ознакомились с ним, вы можете, например, в последующем также присоединиться, показать свои практические, ну, как учитель-практик, рассказать о том, как вы решаете перечисленные, ну, и другие вопросы, возникающие при дистанционной форме обучения. Я хочу также отметить, что сейчас достаточно серьезная реконструкция МЭШ произошла в период весенний-летний. Получился, пошла перепрошивка, если можно так сказать, всех материалов МЭШ через конструкцию тематического каркаса. В принципе, многие уже успешно пользуются и признают, что достаточно более легкая конструкция по сравнению с контролируемыми элементами содержания. Она более, как бы, общая, но это позволяет ускорить работу непосредственно в библиотеке МЭШ. Надеюсь, что у вас поурочные планы тоже получились уже в новом виде. Тоже показал, что вот предложенный инструментарий по урочному плану, он достаточно удобный, универсальный, очень хорошо позволяет использовать всю библиотеку МЭШ. Надеюсь, что он вам помогает в своей последневной жизни. Конечно, есть определенные трудности в МЭШ-библиотеке, связанные с какими-то техническими зависаниями, с тегированием, с привязкой к каркасу. Но я думаю, что любая новая конструкция, она пока врастется в информационное поле, которое есть, она всегда имеет какие-то, ну, как бы, идет настройка, как у любого механизма идет настройка. Сначала идет демонтаж старого или там совместная работа с старого и новой конструкцией, а потом настройка. И я надеюсь, что в дальнейшем мы будем получать максимальное удовольствие от вот этого совместного продукта учителей и методистов. Это библиотеки МЭШ. Я благодарю тех, кто участвует и активно призывает других не стесняться отправлять на модерацию свои уникальные и не только уникальные сценарии, атомики. Ну, там поначалу будет, конечно, определенные трудности, когда вот вникнете в секретарии требования к оформлению, к загрузке материала. В дальнейшем все получается. Ну, вот у нас Виктория Рауфовна, не знаю, она уже перевалила через 100 сценариев или приближается. Такой активный у нас автор. Вот, прошу брать с нее пример. И, в принципе, есть у нас еще ряд учителей. Борчук, Илья Дмитриев Васильевич, который развивает свои направления, связанные там с деревообработками. Малышева, также по металлу. Ну, достаточно много нас уже авторов, которые Шевченко, Ищенко, Владимир Михайлович тоже много. Или Михаил Владимирович, путаюсь, прошу прощения. Если я перепутал. Ну, то есть, это тот продукт, который мы создаем не только для себя, мы создаем для всех. Это всегда удобно, когда есть под рукой выбор. И, как показала практика, вот заметьте, в семнадцатом году эта мэш задумалась и начинала делать. Конечно, сейчас достаточно много материала, который, ну, не очень хорошего качества изначально, потому что тогда просто пробовались. Сейчас уровень качества достаточно высокий. И заметьте, что случилось у нас дистант весной, который практически сейчас продолжится. Мы не знаем, когда он закончится. Мэш – хорошее подспорье. То есть, коммуникации раз, наличие информационной базы, методической базы – это очень хорошо. Ну, что, уважаемые коллеги, вижу, что вопросов нету. Или я их не вижу, эти вопросы. Если кто-то может включить микрофон, спросить, пожалуйста, я всегда готов отвечать на ваши вопросы, оказать максимальную помощь. И что в моих силах, в моих постараюсь найти путь, как это решить. Я надеюсь, что сегодняшний наш вебинар был вам полезен. Что вы почерпнули для себя какие-то новые пути решения этих вопросов, которые были высвечены в самом начале. Если у вас есть еще какие-то вопросы, которые мы можем рассмотреть на следующих вебинарах, вы пишите, конечно. Мой адрес можно найти на сайте. Я еще раз представлюсь, ямка Петр Богданович, это Диспо технологии. Также один из модераторов материалов наш. Я всегда открыт для работы с вами и всегда буду с радостью оказывать помощь. Я хотел бы сегодня поблагодарить наших уважаемых спикеров, докладчиков. Ягудину Викторию Рауфовну и Максименко Сергеевичу Евгеньевичу, которые как практики рассказали и показали, что немаловажно, как они используют свои методы, свои навыки, свои какие-то задумки, кейсы уже целые, сформировавшиеся по дистанционному обучению. Благодарю Александру Викторовичу за обеспечение техническое, он у нас всегда помогает в этом деле. И надеюсь на то, что в будущем вам также будет интересно присутствовать на наших вебинарах. И хотел бы вас поблагодарить за участие и до следующих встреч. Спасибо всем. До свидания.